Я приветствую все зрители и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема, как же отключить смс-уведомления в Росельхозбанке. Если вы активно пользуетесь данной банковской картой от Росельхозбанка, то подключение смс-уведомлений может быть для вас очень удобным и выгодным, потому что в смс-уведомлениях вы будете получать всю информацию по вашей банковской карте о зачислениях, о списаниях, поступлениях, каких-либо транзакциях, переводах. То есть ваша карта не останется без внимания, и вы не пропустите никакой платеж, который был совершен по вашей карте. Смс-уведомления, конечно же, платные, как и по любым банковским картам. Они будут варьироваться, исходя из тарифа, который вы выберете. Стоимость смс-уведомлений от 59 рублей. Также есть тариф за 10 рублей, но он закрытый. Это специально для социальных карт и для зарплатных клиентов. Но также есть некоторые тарифы, по которым смс-уведомления автоматически сразу же идут бесплатные. Но если услуга этой пользуетесь, но она вам больше не нужна, вы можете ее отключить. Отключить ее можно как через интернет-банкинг, также можно лично посетить отделение банка, через банкомат также можно отключить. Ну, либо же пассивным образом, просто не оплатив услугу. Если в течение нескольких месяцев данная услуга не оплачивается на балансе у клиента, недостаточно денежных средств, то данная услуга отключается автоматически. Одним из более простых и самых быстрых способов отключения смс-уведомлений – это через интернет-банкинг. Вам для этого достаточно выполнить несколько действий. Перейти на официальный сайт банка. В правом верхнем углу нажать «Интернет-банк». Затем в открывшемся окне ввести логин и пароль для входа в личный кабинет. Затем на основной странице перейти в раздел «Мои сервисы». Выбрать пункт «Подключенные». И отключить платные дополнительные услуги. Для подтверждения отключения нажать «Выполнить». Если отключать через банкомат, то нужно вставить банковскую карту и перейти по разделам банкомата. Если делать это в отделении банка, то нужно взять с собой паспорт, карту и, соответственно, отключить по заявлению. А при автоматическом отключении – это при условии неоплаты в течение трех месяцев данная услуга отключается, либо же при условии закрытия счета также данная услуга отключается. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!